В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Во Владимире снова изменятся автобусные маршруты по просьбе пассажиров. Речь идет о маршрутах 18С и 23. Первый возвращается на улицу Горького, а второй будет поворачивать ко дворцу детского и юношеского творчества. С какого числа произойдут изменения? Почему сократили 18 маршрут? И что намерена делать компания АДМ, чтобы оправдать статус самого крупного перевозчика в городе? Ситуацию с общественным транспортом оценил Александр Инин. После того, как Бигавтотранс добровольно оставил свои маршруты, ответственность пала на компанию АДМ, самого крупного перевозчика Владимира. У него и до этого было 15 маршрутов, а после конкурса на освободившиеся добавились еще 5. Заблаговременно АДМ начала наращивать автобусный парк. В СМИ появилась информация, что компания приобретает 50 новых Волгобасов. Сейчас на линии выходит 137 машин, а к концу ноября их будет 170. Когда возникает ситуация вообще со сменой чего-либо, никакая смена не проходит так гладко. Да, были накладки, было непонятно, как Бигавтотранс будет уходить с маршрутов. Тогда, когда они написали письмо в администрацию об отказе от маршрутов с определенной даты, ушли раньше. Тоже для нас это стало, скажем так, небольшим таким испытанием. Сейчас переходный период заканчивается. Уже проведен конкурс на маршруты, оставленные прежним перевозчиком. В конкурентных условиях они достались АДМ. Кроме того, компания не боится экспериментировать. Откликнулась на предложения горожан, которые просили пустить автобусы туда, где они очень необходимы. 21 маршрут проходит сейчас по улице Тракторной и Ракадной дороги, где не только много торговых центров, но и достаточно большая промышленная зона, где много предприятий, на которых работает достаточно большое количество людей. Общественный транспорт на Тракторной не диковинка. В советские времена по этой улице ходили автобусы 15 маршрута. Но потом Советский Союз исчез, а вместе с ним с Тракторной исчезли и автобусы. И вот теперь они возвращаются. Ну, мне нравится, да, очень удобно. Вот если бы сейчас не эта остановка, вы бы на Горького пошли? Ну, естественно, сам бежать остановка от Горького. Дело в том, что у нас машина, вот мы машину оставили, поэтому мы пешеходы только-только, поскольку машина в сервисе стоит. А так очень-очень нужно. Вот где бы мы сейчас, нам бы пришлось пешком идти. Сейчас нормально стало. Автобус, сели, вот только почаще бы ходили, больше ничего. На новом отрезке 21 маршрута пока три остановки. У торгового центра, мясокомбината и на улице Почаевской. Планируется еще одна на Тракторной улице и одна на пересечении ракадной дороги с улицей Устина-Лаби, что поднимет привлекательность маршрута. И уж совсем было бы замечательно, если бы приложение Яндекса, созданное для тех, кто пользуется общественным транспортом, работало адекватно. Пока оно почему-то не может уследить за всеми автобусами. Мы предоставляем сервису Яндекс всю информацию, которую, в общем-то, обладаем по нашим маршрутам, по графикам движения. А уж насколько оперативно и качественно они этот свой сервис ведут. Переходный период заканчивается и на автобусном маршруте 18С, самым длинном. Его протяженность 30 километров. Основная цель – доставлять жителей микрорайона Лесной до Владимира. Но из-за ремонта трассы М7 делать это стало все труднее. Транзитный транспорт пошел через город, начал создавать пробки. Из-за них график движения 18-х автобусов стал сбиваться. Мы понимали, что мы можем сколько угодно штрафовать перевозчика или требовать от него соблюдения интервалов движения, чтобы он выпускал дополнительные машины. Там хоть 20 машин выпусти, они будут стоять в тех же пробках. Поэтому было принято решение изменить маршрут, сделав его короче. Соответственно, интервалы движения уменьшаются объективно. И отдел транспортной связи предложил, чтобы автобус ехал по улице Мира, через дворец детского и множественского творчества и далее на улицу Балакирева. Жителей это не устроило, особенно студентов. Чтобы добраться до ВЛГУ, им теперь приходится ездить с пересадкой. И людей услышали. В мэрии прошло совещание с руководителями транспортной отрасли, на котором глава администрации Андрей Шохин сообщил, что маршрут 18С будет скорректирован с учетом пожеланий пассажиров. Андрей Шохин прислушался к этим аргументам и согласовал изменения маршрута. Надеемся, это уже окончательное изменение, потому что именно об этом просили нас жители. Автобус 18С следует из Лесного через улицу Горького и на узловую конечную остановку кафе Рябинка. Снова по Горького и на этот раз до Рябинки 18 автобусы пойдут с 3 ноября. И с этого же дня произойдет незначительное изменение в движении автобусов номер 23. Теперь они будут поворачивать к ДТЮ. Ранее этот маршрут пролегал по улице Мира без заезда ко Дворцу творчества юных. Александр Инин, Егор Хребко, 6 канал. Небезопасная дорога в школу. Общественники насчитали во Владимире более трех десятков нерегулируемых пешеходных переходов, не соответствующих национальным стандартам. Однако, заявляют представители ОНФ, чиновники не спешат приводить их в порядок. Чтобы наглядно показать недочеты, активисты вместе с дорожными полицейскими отправились в рейд. Результаты мониторинга в следующем сюжете. Это зебра возле кинотеатра в Добром, участок повышенной опасности. И это не предположения общественников, а факты, о которых говорят в ГИБДД. В этом году на данном пешеходном переходе произошло 4 ДТП, в результате которых один человек погиб и трое получили ранения. Наверняка этих жертв можно было бы избежать, если бы пешеходный переход был оборудован как надо. Основным нарушением здесь является отсутствие дорожных знаков над проезжей частью дороги, также частично отсутствует пешеходное заграждение. К слову, рядом находится самая многочисленная в городе 36-я школа. Посещают ее больше тысячи детей. Так что поток пешеходов, в том числе и юных, здесь весьма высокий. А вот еще один проблемный участок. Репортаж о том, как дети с утра идут в 28-ю школу, мы снимали еще в декабре 17-го года. Интенсивность движения здесь немаленькая. Школьникам приходится добираться до учебного заведения по проезжей части, где мало фонарей, зато полно припаркованных автомобилей. Очень удобно переходить дорогу, ребенка одного вообще не можем отпустить. Вообще да, потому что из-за угла здесь дети уходят одни опасно. Прошел почти год. На этом участке ничего не изменилось. Как висел единственный знак «Дети», так и висит. В ГИБДД заявляют, конечно, светофор и зебру здесь обустраивать нецелесообразно. Это не магистраль, а межквартальная дорога. А вот установить лежачий полицейский не помешало бы. Вот только директор школы не видит в этом необходимости. Он вообще сообщил, что за школьным забором его не касается. На сегодняшний день я могу сказать, что данный участок опасности серьезные не представляет. О том, что этот переход, как и еще три десятка таких же объектов, чиновникам надо привести в порядок, общественники заявляли еще три года назад. Подобный мониторинг они проводят каждый год. Его результаты направляют в администрацию города. Мы получаем даже письма о том, что будут учтены наши замечания. Вот мы были с вами в 28-й школе, что это будет включен в план мероприятий. Да, на 17-й год и устранены будут недостатки. Но, к сожалению, мы увидели совершенно отрицательную картину. Там, как говорится, камень не лежал. Да, то есть ничего не сделано. Еще в 2015 году президент нашей страны Владимир Путин поставил задачу в первоочередном порядке оборудовать пешеходные переходы в соответствии с национальными стандартами. Перечни общественников 24 пункта. Идеального пешеходного перехода во Владимире нет. Этот объект возле 21-й школы на улице Мира – заобразец. Но и к нему есть немало вопросов. Здесь нет дублирующего знака с табличкой «100 метров, что школа». Потом нет знаков на дорожном полотне «Дети, школа». Дублирующая школа. Все эти недочеты в итоге приводят к жертвам. По статистике, за 9 месяцев этого года только во Владимире на пешеходных переходах произошло 67 ДТП, в которых 2 человека погибли и 66 получили травмы. Дорожные полицейские выдали 150 предписаний на устранение различных недостатков уличной дорожной сети и составили 40 административных материалов на должностных и юридических лиц. В мэрии заявляют, предписания ГАИ выполняют, прислушиваются и к общественникам. В этом и в предыдущем годах на пешеходных переходах сделаны соответствующие работы. Установлены дорожные знаки «Дети», нанесена горизонтальная дорожная разметка, их дублирующая. Возле 34-й и 35-й школ установили знаки над проезжей частью. Вот только во Владимире сотни зебр, а бюджет, что называется, нерезиновый. Шаг за шагом стараемся, работаем. Если где-то не успеваем, поймите правильно, иногда просто не хватает денег. До конца этого года мы запланировали оборудовать по последнему, что называется слово у техники, пешеходные переходы в районе школы номер 1, лицея-интернат Дана Горького, в районе школы номер 2, в районе школы номер 19, у детской школы искусств номер 3. Чтобы услышать мнение представителей администрации и дорожной полиции, общественники собирают 7 ноября круглый стол. На нем в том числе будут обсуждать, какие объекты необходимо привести в порядок в первую очередь. Из политики ушел в Газпром. Первый заместитель губернатора области Алексей Конышев сменил место работы. Теперь уже бывший вице-губернатор накануне вступил в должность генерального директора компании «Газпром газораспределения Владимир». Информацию официально подтвердили в пресс-службе компании. 31 октября нового руководителя представили коллективу, после чего Конышев приступил к работе. Напомним, Алексей Конышев – один из немногих чиновников, которого Светлана Орлова сохранила из команды губернатора Виноградова. При Орловой он занимал пост первого зама губернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. А с 2016 года – первого заместителя губернатора по промышленности и экономической политике. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, кто теперь займет пост вице-губернатора, станет известно на следующей неделе. Наиболее вероятный претендент уже определен, пока его имя не раскрывается. Сейчас кандидатура находится на согласовании у главы региона Владимира Сипягина, пока назначен временно исполняющий обязанности вице-губернатора. Администрация, в первую очередь, хочу сказать, работает в штатном режиме. В документах все предусмотрено для того, чтобы ситуацию невозможно было дестабилизировать. И согласно приказу о распределении обязанностей между губернатором и его заместителями, обязанности Конышева Алексея Владимировича будет исполнять Кузин Вячеслав Павлович. И как сегодня стало известно, место председателя комитета по туризму покидает Елена Перескокова. Она заняла эту должность летом 2017 года, сменив на посту Наталью Май. Информацию об уходе Перескоковой подтвердили в самом комитете. 2 ноября станет для нее последним рабочим днем в качестве начальника этой структуры. Сейчас Перескоковой на рабочем месте тоже нет. Она находится в отпуске. На Оке с теплоходом столкнулось маломерное судно. 8 человек погибли, четверо ждут спасения. Такова легенда тактика специальных учений МЧС. Они прошли в Муроме 31 октября. Действия отрабатывали сразу по двум водным. Сначала нужно было спасти пассажиров опрокинувшегося маломерного судна. Оно ушло под воду. МЧС занималась спасением утопающих, оказанием первой медицинской помощи и поисками погибших на воде. По второй легенде, в результате столкновения в топливном баке судна возникла течь. В аку вылилось около двух тонн нефтепродуктов. Произошло возгорание. В опасности оказалось 25 пассажиров теплохода. Пожар потушили, нефтепродукты собрали. Отработали вопросы организации взаимодействия реагирующих подразделений. Провели и рассмотрели вопросы оказания помощи, эвакуации населения из теплохода. Оказание первой медицинской помощи, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Также отработали вопросы сбора нефтепродуктов с водного объекта и подъем затонувшего маломерного судна. На учениях в Муроме работало 89 человек. Среди них сотрудники ГИМС, поисково-спасательного отряда, аварийно-спасательная бригада, водолазы. Для воссоздания аварии понадобилось 15 единиц техники и 12 плавстрест. В том числе два теплохода и один плавучий кран. С его помощью со дна реки поднимали затонувшее маломерное судно. Тактико-специальные учения такого масштаба в области не проводились уже пять лет. Данное тактико-специальное учение проводится в связи с тем, что на территории Российской Федерации, в городе Волгоград, произошло очищение ситуации, в результате которой погибло больше 10 человек. Примерно такая же, как было по замыслу здесь. Поэтому в главном управлении было принято решение организовать именно такое тактико-специальное учение по такой теме. С задачами справились. Сейчас мы подводим итоги проведения тактико-специального учения. И в результате подведения этого анализа примем решение в дальнейшем по порядку действий в случае таких происшествий. Подвели итоги 2017-го и наметили перспективы. В Белом доме состоялось очередное заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при губернаторе Владимирской области. Впервые в нем председательствовал новый глава региона Владимир Сипягин. Какие вопросы обсудили члены Совета, расскажет Маргарита Махрова. Впервые во главе Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при губернаторе области Владимир Сипягин. Он отметил, что в предыдущие годы на уровне законодательной и исполнительной власти было немало сделано для укрепления единства и развития культурных связей между разными народами Владимирской области. В ближайших перспективах новые проекты. К примеру, губернатор предложил муниципалитетам создавать местные этнокультурные бренды, которые были бы интересны представителям разных национальностей. Потому что сейчас этнографический туризм развивается недостаточно. Часто ограничивают не только недостаточная инфраструктура, но и, к сожалению, обычная безинициативность на местах. Было бы здорово, чтобы мы создали интернет-проект по этнокультурным брендам наших муниципалитетов прежде всего. Потому что нам-то здесь в центре все видно. Там, к сожалению, лучшие муниципалитеты знают, каким путем идти. Но объединение будет в такой интернет-проект. Потому что сейчас время интернета. К слову, по некоторым данным, сейчас в нашем регионе живут представители более 90 национальностей. По мнению губернатора, налаживать сотрудничество между всеми народами и религиями должны не только власти, но и общественники. Для четкой работы нужны активные кадры на местах. В 2017 году усовершенствовали систему дополнительного образования подготовки специалистов, занимающихся вопросами межнациональных и культурных отношений. В числе передовых Александровский район. Там работает более 25 национальных и религиозных организаций. Наши представители большинства организаций входят в состав Совета по делам национальности, религии и казачества. Это и работа по социально-культурной адаптации мигрантов. И организация крупных мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия в регионе. Иеромонах Варфоломея рассказал о наиболее крупных межнациональных проектах, которые в последние годы осуществили на территории региона. Среди них издание сборника «История религии во Владимирском крае». Он представляет собой трилогию, две части которой уже были опубликованы. В преддверии Дня народного единства он вручил Владимиру Сипягину икону Казанской Божьей Матери, которая считается покровительницей народного ополчения, поборовшего смуту в государстве. Кроме того, иеромонах Варфоломей предложил создать региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора. Главная цель этой организации – содействие духовному, культурному, социальному и экономическому возрождению России и русского народа, а также укрепление нравственности. В состав регионального отделения могут выйти как юридические лица, так и граждане России, как написано в уставе, вот эта цитата, ревнители русской культуры любой национальности, готовые сотрудничать с Собором во имя процветания России и русского народа. Губернатор инициативу поддержал. К слову, Владимир Сипягин отметил, что муниципалитетам нужно будет совершенствовать грантовую поддержку некоммерческих проектов и организаций. На уровне областного бюджета с 2019 года грантовая поддержка будет увеличена до 3 миллионов рублей вместо 2,2. Маргарита Махрова, Дмитрий Журавлев, Шестой канал. Помогают детям найти хобби. Депутаты Молодежной Думы при ЗАГС Собрании начали ряд благотворительных акций. Их цель – открыть творческий потенциал ребенка. В проекте будут участвовать ребята из многодетных семей, детских домов и специализированных школ. Сегодня первые участники акции посетили урок гончарного дела. Если изделие с пузырем, с воздухом попадет в печь, что произойдет? Зарвется. Зарвется, все правильно. То есть нам нужно хорошенько отбить блин. Сегодня ребята из многодетных семей познают, что такое техника шара, шликеры, ручная лепка. В гостях у гончарной школы дети из российского детского фонда. Мастер-класс по лепке из глины ребятам подарили депутаты Молодежной Думы. При поддержке председателя регионального ЗАГС Собрания Владимира Киселева, юные законодатели решили организовать цикл благотворительных акций. Думцы будут дарить детям возможность раскрыть творческий потенциал и приобрести новые навыки. Мы на очередном нашем собрании совета решили, что надо такие хобби распространять среди молодежи нашей области, чтобы каждый ребенок мог обрести для себя любимое занятие и в свободное время заниматься чем-то интересным для себя. Может быть, это в будущем будет даже его профессией. Влад Лызин в свои 12 уже научился сам создавать керамические изделия. Признается, что каждый раз получает от процесса много радостных эмоций. Мне очень нравится лепить. Когда я первый раз лепила, только я на гончарном был, это тоже было очень захватывающе. Но, правда, первый раз ничего не получалось, так тогда весело. Я думаю, это очень даже полезно и весело, потому что можно понять какие-то новые искусства. Под чутким руководством учителей гончарной школы дети сегодня лепили кита. Причем сами мастера за функциональную керамику. В такую посуду после обжига можно будет поместить конфеты или сухофрукты. Польза от таких уроков очевидная. Педагоги уверены, лепка из глины успокаивает и развивает у детей мелкую моторику. Глина на самом деле в этом движении забирает все плохое у человека. Все-таки это моторика. Это пальчики, подушечки все чувствуют. И поэтому это очень важно, чтобы ребенок развивал свою моторику. Гончарная мастерская сегодня дала старт целому благотворительному проекту. Молодые парламентарии надеются, что к участию в нем присоединятся и владельцы других мастерских города Владимира. В планах молодежной думы продолжат сотрудничество с детскими фондами. В цикле мастер-классов примут также участие воспитанники детских домов и специализированных школ. Валерия Саенко, Шестой канал. Предлагают углубиться в изучение родной культуры. В области стартует фестиваль для детей и молодежи «МойДом.ру». Новый формат объединит в себе несколько конкурсов на знания русского языка, истории и топонимики родного края. Среди интересных проектов конкурс промо-трейлеров под названием «Там, где я живу». Его организовывает областная научная библиотека. Участникам предлагают снять видео до трех минут, в котором они познакомят зрителей со своими родными местами. Рассказать можно о географии, истории или интересных людях. Еще один конкурс в рамках проекта «Язык региона 33.ру». Он рассчитан на все поколения молодежи, от младших школьников до студентов. Попробовать привлечь школьников старших классов и студентов, обратить их особое внимание на изучение языка родного края и языка региона, нашего региона. И вот среди работ, которые представлялись на конкурс, были работы, посвященные, например, Владимирским диалектам, потом топонимики Владимирской области. К участию в фестивале родной культуры приглашают школьников со всего региона. Муниципальный этап конкурсов пройдет в ноябре-декабре этого года. Подать заявку на участие может каждый. Положение о всех конкурсах проекта отправят по школам, области, библиотекам и детским кружкам. Авторов самых интересных работ пригласят на общий праздник. Завершится это все таким красивым, масштабным, очень праздничным фестивалем, который мы планируем провести на базе одного из учреждений культуры или образования, куда соберутся ребята-победители всех четырех конкурсов или проектов. И мы хотим устроить такой для них большой праздник, где будут мастер-классы народных ремесел, где будут выступления коллективов фольклорных. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. Оставайтесь с нами, берегите себя. СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОДЫ Влажность воздуха 80%. Муромское изновидище Елены Ярикова. Невозможное возможно. Нет больше страха, нет больше боли. Ведь теперь у вас есть я. Еленамедиум.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова